Расскажу случай, интересный, тоже в контексте последних моих видео, которые вызывали, может быть, какое-то обсуждение оживленное. Значит, было мне лет, наверное, 27-28, и я тогда занимался разработкой методов быстрого обучения. И был в таком состоянии, как сейчас бы сказал, эксайтмента, да, то есть был очень взбудораженный, оживленный, полон энергии, сил, потому что новая область, я тогда усиленно изучал психологию, физиологию, там много разных вещей, и все-таки я связист, математик, для меня это было очень необычное такое занятие. И результаты экспериментальные, которые у нас были, они были с ног сшибательные совершенно, ну просто вот голова кружилась, так сказать, от успеха. И вот, а жил я в доме, который был построен, ну, министерством связи, там как-то вот, я работал в ЦКБ министерства связи, и от этого ЦКБ был дом. Там вообще в Москве есть такое место на Хорошевке, называется городок связистов, вот связисты, вот это там было, в этом городке связистов. И люди, которые там жили, они были вот в основном там из предприятий министерства связи, в частности вот КБ, где я когда-то работал. И несколько этажей выше меня, я там не помню, я был на третьем, а не на пятом, жила сотрудница из нашего отдела там номер три в ЦКБ министерства связи. И муж ее был такой какой-то ученый человек, я не знаю там по какой он части был, но такой закрытый какой-то физик там или что-то, я не знаю. И мы с ним как-то так познакомились, я по молодости лет видя, что они мебель носят, я там подошел, начал с ними мебель таскать, потом мы водки выпили, и в общем так мы с ними подружились. И, значит, я сажусь в троллейбус, еду на работу, и вот этот вот товарищ, муж ее, который там закрытый физик, он говорит, что-то тебя давно не видно, а чем ты теперь занимаешься. И я ему рассказываю, что занимаюсь я методами быстрого обучения, разработкой методов быстрого обучения, и специфически, конкретно, вот в тот момент мы занимались разработкой методики быстрого обучения машинописи. Ну вот тайпинг, кейбординг, как хотите назовите, но вот машинопись на клавиатуре. И институт, в котором я работал, был в системе профтехобразования, Госпрофобор так называемый, и вот, значит, там все это происходило. И я ему с восторгом там рассказываю, как мы там в 10 раз сократили, там повысили качество, там сроки сократили качество, повысили, там еще что-то, все печатают слепую, 10 пальцами, там быстро. Ну и так он слушал, слушал, и так говорит он, ну, понимаете, я был пацан, и я как бы то, что называется small picture воспринимал, да, а он уже был так постарше, может быть, моих нынешних лет, и он так большую картинку видел. И он мне говорит, ты что, действительно не понимаешь? Я говорю, а чего я не понимаю? Он говорит, ну вот то, что ты занимаешься, какой ты херней занимаешься, ты, говорит, сейчас сам понимаешь? Я говорю, почему? Я говорю, люди, ты пойми, они учатся в профтехучилищах, а мы быстрее учим, производительность растет, это же хорошо. Он говорит, так производительность чего растет-то, ты понимаешь? я говорю чуть чего вот на клавиатуре ну он ведь не понимает я буду объяснить и он говорит ну смотри говорит вот большая страна он говорит кто руководит этой страной я бы кто могут да сволочкой топки на весь троллейбус и я так знаете я все таки вырос в семье папы который работал в органах поэтому как бы я у нас не принято было так вот эти слова всякие говорить то есть не положено было и я как-то начинаю знаете озираться а все-таки вокруг советская власть так как-то вот и люди ну вроде никто внимание обращает он год страной правит сволочь и а ты что делаешь бит ты что делаешь ягу что я делал год ты им ведь производительность повышает то есть чтобы они больше всякой дряни на нашу голову там своих декретов приказов указов инструкции шов вообще уже головы не поднять не продохнуть там и тогда и я как-то по тем временам я подумал что она на чокнутый потому что но но при чем тот в общем как-то совершенно я не проникся его этими идеями вот и видимо просто я по возрасту как бы не не видел еще дскать большой картинки и не интересовался интересовался маленькой вот повысить скорость там эффективность учебного процесса вот это мне было интересно ну и сейчас уже я задним числом почему эту историю вспоминаю потому что вот мне говорят расскажите там что вы себе думаете там продвижение стоп хам или там про хрюшей или там вот скажем в какой-то там проект в газете написали какую-то дебильную статью о том что в америке там я не знаю что там скоро все канализация там всю страну зальет и она погибнет ну вот этот весь бред и и я вижу как вот я оказался в положении вот того дядьки сейчас общающегося с молодежью потому что молодежь не говорит надо что-то делать надо там туда-сюда а я с большой картинки я им говорю вам говорю что так система же гнилая не ничего сделать же нельзя хоть ты так ходи хоть ты сяк ходи надо систему менять надо надо власть заставить делать то что она должна делать вот вот это фокус хотя мне говорят нет надо чтобы хамы там не парковались так там где нельзя парковаться хотя паркинга все равно нет и парковаться там где там где надо было бы все равно места нет эти вот я я так немножко юморно на это смотрю потому что я вдруг понял что человек который мне практически то же самое говорил и я его совершенно не понимал я думал что он чокнутый вот а сейчас я смотрю на меня сам чокнуть теперь такой мне говорят вот и можно конкретное действие делать а я говорю да бессмысленно действие делать от системы менять они действия делу вот который нет систему не меняет но все вот так вспомнил вот ту историю решил с вами поделиться счастливо да ну на Субтитры подогнал «Симон»